Сегодня поговорим на тему летнего расстройства. Дело в том, что с наступлением теплого периода времени очень часто возникает пищевая токсика инфекции, что связано с неправильным хранением продуктов, неправильным употреблением и, допустим, нарушением сроков реализации. Поэтому следует за настоящее время, учитывая, что не надо загружать в холодильник с запасом на целый месяц, надо покупать продукты по мере употребления и правильно их хранить. Конечно, все продукты, которые, в общем-то, предполагаются к употреблению, следует хранить в условиях холодильника, то есть при температуре до минус 4 градусов. Если вы же хотите удлинить срок хранения продуктов, то надо пользоваться морозильной камерой. Надо соблюдать сроки хранения, допустим, сосиски, сардельки, все колбасные изделия, там 36 часов реализации. Но учитывая то, что от момента их изготовления и до поступления их на стол каждого человека проходит значительно дольше период времени, поэтому нужно употреблять их после термической обработки. Затем продукция из сырого, допустим, фарша, сырой фарш или рыбный фарш, их хранить нужно не более 6 часов, то есть обязательно подвергать термическую обработку. Заболевания, как правило, начинаются острые, это тошнота, рвота, боли в животе, жидкий стул. И если, допустим, вы не имеете возможности сразу обратиться к врачу, то немедленно нужно начать принимать следующие меры. Это первое, больного не надо кормить, заболевшего, и обильное питье, причем пить небольшими порциями, где-то столовая ложка в минуту, чтобы не спровоцировать еще приступ рвоты, и употреблять следует кипяченую воду. Или в аптеках продаются специальные такие пакетики, это рогидрон, сетро-глюкосолан, который растворяется в воде, и который, значит, тоже рекомендуется для питья. И, в общем-то, в летний период, и особенно в период отпусков, когда куда-то ездите, следует соблюдать следующие правила. Очисти это, вскипяти это, свари это и забудь про это. То есть если вы не имеете возможности обработать как-то продукты, то не надо их употреблять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова